Добрый вечер, дорогие друзья! Как обычно, третья среда месяца, и мы с вами собираемся на встречу. Сегодня у нас предлагается такой порядок. Первый вопрос – это о готовности ГБУ досугово-спортивного центра Некрасовка к новому учебному году. Второй вопрос – о благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов в районе Некрасовка. В разном мы ответим на ваши вопросы. Если вопросы будут каверзные, то мы ответим на них письменно в течение 30 дней в соответствии с 59-м федеральным законом. У нас должен был подъехать Андрей Вячеславович Шибаев, но, к сожалению, транспортная ситуация сложная. Если подъедет, мы его обязательно к нам сюда пригласим. Представитель Росреестра у нас здесь есть? Есть. Значит, Хворостянов Евгений Александрович здесь присутствует. Главный специалист-эксперт отдела регистрации недвижимости по Юго-Восточному административному округу города Москвы. принимает участие в нашей встрече. Если вдруг у вас какие-то вопросы имеются по регистрации недвижимости, вы можете эти вопросы задать. И Евгений Александрович благополучно на них на всех ответит. Чем у нас занимается Росреестр? Регистрация недвижимости как физических лиц, это квартиры, гаражи, дачи, так и юридические лица. Это гостиницы, торговые, развлекательные, деловые центры и городская недвижимость, парки, объекты социального назначения. Давайте начинать нашу работу. Соболевскому Виктору предоставляется слово. Он у нас сегодня провел очередное мероприятие. Мероприятие было хорошее. Информированность была сегодня хорошая. Поэтому сегодня оценка хорошо. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые жители района Некрасовка. Министерство Славовна, Илья Нитальевна. ГБУ Досугового инициатива Некрасовка в соответствии с государственным заданием обязаны провести в этом году 82 мероприятия в районе досуговой и спортивной направленности в соответствии с планом и выделенным финансированием данного учреждения. На данный момент в рамках выделенного финансирования проведено 55 мероприятий. Оставшиеся 27 мероприятий будут проведены в соответствии с утвержденным планом, с которым можно ознакомиться в свободном доступе на нашем официальном сайте досуговой спортивного центра Некрасовка, dsc.nekrasovka.ru. Но основные мероприятия, которые у нас пройдут с сентября по декабрь этого года, 2018-го включительно, я перечислю. Это турнир по мини-футболу в рамках спорта-киады по месту жительства, Московский двор, спортивный двор среди детей до 18 лет, соревнования по плаванию приуроченной к спорта-киаде, Московский двор, спортивный двор, городские соревнования по волейболу в рамках Московской комплексной межгружной спорта-киады, Московский двор, спортивный двор, соревнования водные статы в рамках Московской комплексной межгружной спорта-киады семейных команд, всей семьей за здоровьем, соревнования по плаванию приуроченной к спорта-киаде, спорт для всех, для жителей от 18 до 59 лет, соревнования по дарцу в рамках программы «Спорт для всех» и в рамках Спортагиада Московский двор, спортивный двор, турнир по настольному теннису, также в двух этих программах соревнования по волейболу, в рамках Спортагиада спорт для всех, комплексные двигательные соревнования, эстафета в рамках городской физкультурно-спортивной программы встречи Нового года и проект молодежной палаты, лучший школьный президент района, проект лучший цветник у дома в рамках акции «Чистый подъезд, чистый двор», это митинги, митинг, который посвящен Дню Солидарности в борьбе с терроризмом, праздничные мероприятия, посвященные Дню города, 9 сентября, это проект молодежной палаты «Читаем русскую классику», конкурс выставка изделий декоративно-прикладного искусства, мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, мои годы, мои богатства, конкурс рисунков, мероприятия, посвященные Дню народного единства, мероприятия, посвященные Битве под Москвой, и завершает весь этот комплекс мероприятий, праздничные мероприятия «Новогодняя елка». В период с начала 2018 года нашим учреждениям было проведено более 30 мероприятий, сверху судасных заданий, на которые не были предусмотрены, не выделены бюджетные средства в рамках проведения дворовых мероприятий по просьбам жителям. Данный проект был предложен Елене Станиславовне, соответственно, мы его поддержали, и еженедельно вместе с ней мы проводили мероприятия, Елена Станиславовна встречалась с жителями, была возможность общаться. Собственно говоря, мы этот план немножечко усложнили, и в течение летнего периода, и ближе к августу, к началу учебного года, и весь сентябрь, плотность этих мероприятий сильно увеличена, поэтому в планах до конца сентября мы проведем еще 13 подобных мероприятий, включая сегодняшний, который уже прошел, и вкратце я перечислю адреса и даты со временем, когда эти праздники у нас будут также проводиться. Значит, 18 августа у нас с 11 до 12 по адресу Рождественская, дом 8. В честь дня встреч этому же празднику посвящен праздник 19 августа с 11 до 12 по адресу 2-й Вольфской, дом 3. 25 августа с 11 до 12 по адресу Рождественская, дом 16. Так совпало, что этот праздник будет посвящен дню рождения Чегурашки, соответственно, сегодня мы тоже, к сожалению, знаем о скорбной дате сегодняшней, то есть до автора этого персонажа, но тем не менее праздник у нас на следующем деле состоится, будет в качестве памяти, наверное, больше. Также 26 августа с 11 до 12 по адресу Рождественская, дом 3, корпус 1. 30 августа с 11 до 18 по адресу 1-й Вольфская, дом 15, корпус 1. 31 августа с 17 до 18 по адресу 1-й Вольфская, дом 10. 1 сентября с 11 до 12 по адресу Рождественская, дом 8. 2 сентября с 11 до 12 по адресу Некрасовская, дом 7. 8 сентября с 11 до 12 по адресу Рождественская, дом 21, корпус 6. 15 сентября с 11 до 12 по адресу 1-й Вольфская, дом 1, корпус 3. И 16 сентября с 11 до 12 по адресу Рождественского дом 32, 22 августа с 11 до 12 по адресу Рождественского дом 16, ой, до сентября, до 23 сентября с 11 до 12 по адресу Липчанского дом 1. Далее мы пока для себя предварительно планируем проводить праздники дворовые не реже двух раз в месяц. Соответственно, будем проводить их по согласованию и по желанию, прежде всего, жителей района, потому что такие желания поступают. И, соответственно, дальше уже будем реагировать по запросу. Но продолжим также эту программу. На данный момент в оперативном управлении ГУ Досугового спортивного центра Некрасово находятся 9 помещений. 8 помещений для досуговой и спортивной деятельности, и одно из этих помещений административное. Вкратце по тем помещениям, которые уже готовы в этом году принять, скажем так, воспитанников для оказания услуг, которые мы запланировали в нашем учреждении. Значит, по адресу 2-я Вольтская, дом 1, корпус 2, у нас есть два клубных формирования. Клубное формирование по изучению иностранных языков с таким названием лингвитания и клубное формирование по развитию интеллекта, то есть бибрейн. Два данных направления будут проводить занятия с 1 сентября уже, набор уже ведется, соответственно, занятия будут проводиться в преимущественном платной основе. Расписание занятий более точно и подробно будет уже известно с 25 августа. С расписанием можно будет ознакомиться на сайте ГБУДС Некрасовка, либо по телефону 495-792-50, позвонив, то есть и, собственно говоря, узнав всю некую информацию, если у вас возможности ознакомиться на сайте, нет. Ну, также в рамках своих дворовых мероприятий мы информацию будем также освещать, и можно будет взять и листовки с расписанием и ознакомиться с теми услугами, которыми мы предоставляем. По адресу 2-я Вольская, дом 24 у нас откроется в сентября клубное формирование детского центра развития «Паяма». Это услуги для детей дошкольного возраста и для родителей. Услуги будут проводиться в основном на платной основе, ну, за исключением совсем незащищенных ослоев населения, то есть это дети, оставшиеся в обеспечении без родителей. Для них, конечно, занятия по квоте будут проводиться бесплатно. Вот. Далее, по адресу Рождественская, дом 21, корпус 6, помещение 1, у нас в сентябре начнет функционировать шахматный клуб «Черный король». Расписание у нас уже сейчас известно, это вторник, четверг с 15 до 19, и суббота с 14 до 17. Записаться на секцию можно будет по двум телефонам 925-309-595 и 425-792-50. Также по этому адресу Рождественская, дом 21, корпус 6, помещение 1, будет функционировать бесплатная секция по Дарцу. Расписание вторник, четверг с 16 до 18, начало занятий с 4 сентября. Запись, соответственно, по телефону 425-792-50. Мы еще приглашаем всех желающих посетить эту секцию, потому что у нас очень много соревнований по Дарцу проводится и в районе, и в округе. Далее улица Рождественская, 27, корпус 6, помещение номер 5, у нас будет функционировать также клубное формирование по изучению иностранных языков в Линквитане. Значит, ну, то точно так же, то есть информация у нас появится 25 августа, более точно уже с расписанием, когда можно будет записаться и прийти и начать изучать преимущество английского, ну, либо другие языки, которые вам будут интересны. В четвертом помещении по этому же адресу у нас заработает клубное формирование художественной школы перспективов, в котором мы будем обучать детей художественной лепке, живописи, в основном художественные направления. Занятия будут проводиться также на платной основе, расписание занятий у нас будет известно также после 25 августа и на сайте, и по телефону учреждения. Можно будет получить эту информацию и записаться и прийти. Также, то есть, вот со всеми практически перечисленными высшими услугами можно будет ознакомиться в рамках наших дворовых праздников, потому что мы, кроме дворовых праздников, проводим еще мастер-классы по соответствующим направлениям. Можно будет пообщаться и с педагогом, ознакомиться внимательно с программой, то есть, чтобы посмотреть, подходит, не подходит, нравится, не нравится. И также по этому адресу у нас будет открыто второе подразделение детского центра развития Паяма, но, скорее всего, к октябрю откроется данное клубное формирование. И по адресу Некрасовская дом 9 у нас существует клубное формирование планеты многодетных мам, которые функционируют у нас и сейчас уже на постоянной основе на базе этого помещения. Мы проводим различные мастер-классы, а также ведется активная помощь и взаимодействие с многодетными семьями, в том числе, оказывается, материальная помощь, поэтому, если кто-то еще не знает, можно будет подключиться, прийти, записаться, узнать, то есть, непосредственно, какие именно услуги можно получить по направлению, поэтому, непосредственно, какая помощь оказывается нашим этим клубным формированием. Да, значит, еще раз, адрес это Некрасовская дом 9, старт создания на углу вход со стороны проезжей части, руководитель данного направления зовут Елизавета, телефон ее 926-943-8986, если кому-то, ну, это очень важно, то есть, после нашей встречи можно подойти, я еще раз продиктую телефон, чтобы вы могли связаться с ней и уже проконсультироваться, получить необходимую всю информацию. Далее у нас есть еще некоторые помещения, которые, то есть, я не назвал, но они, к сожалению, на данный момент к сентябрю у нас не готовы, потому что требует, одно из них требует капитального ремонта и очень большое финансирование, поэтому мы ожидаем что-то получить в следующем году финансовом, то есть, и начать там ремонт. Ну, и другие, я думаю, то есть, частичное помещение, то есть, у нас выделен миллион рублей для того, чтобы привести в порядок, то есть, я думаю, что мы в течение сентября вопросы закроем, и к октябрю у нас появятся еще дополнительные направления, которые можно будет задействовать для оказания услуг населению. Также, в принципе, есть желание, то есть, оказывать или получать какие-либо услуги, то есть, мы всегда открыты, можно и позвонить, и прийти, и предложить, если особенно есть какая-то группа людей, которые готовы заниматься, то есть, мы, в принципе, готовы всегда пойти навстречу. И как открывать на платный, так и на бесплатный, если это не ресурсное направление, мы готовы на бесплатной основе оказывать эти услуги в рамках своих возможностей текущих, которыми мы располагаем. Кроме того, у нас и сейчас, и в принципе с сентября, я надеюсь, у нас пенсионеры возвращаются все из домов отдыха, с дач, своих вазент. И я надеюсь, что все-таки группы, которые у нас открыты в рамках спортивного долголетия, это занятия по шахматам и по скандинавской ходьбе, все-таки к нам запишутся и присоединятся. Потому что группы у нас открыты, начиная с мая, даже с апреля, но, к сожалению, запись в них очень низкая. Я еще раз пользуюсь возможностью, хочу пригласить пожилых людей, которые хотели бы заниматься активным спортом, в частности скандинавской ходьбой, либо играть в шахматы, прийти к нам, записаться. То есть мы с радостью окажем вам эти услуги абсолютно бесплатно. Будем вас всех ждать. У меня на этом все. Если есть вопросы, то я готов на них ответить. Я вроде уложился. Рождественская, 21, корпус 6, помещение номер 1. Со стороны двора в ход. Да, да, да. Можно? Можно я? Да, вопрос. Елена Станиславовна, скажите, пожалуйста, Вы когда были, ну, возраст такой школьный, там, первый, второй класс, были, наверное, пионерами, все это. Ну, как раньше. Вы в дом пионеров ходили, вы платили денежные средства. Я вот сейчас посмотрел, чтобы прийти, 4,5 тысячи художественные, это самое, рисовать, да? А куда эти денежные средства идут? Об этом никто не сказал. Какая зарплата должна быть, которая принимает, если у педагога? И куда? Разве могут пойти, например, есть у нас много семей, вот можно подтвердить, что малообеспечены? И что? Значит, они должны там болтаться, где-то там по дворам, рисовать эти всякие штучки, которые Вы наверняка знаете, сколько денежных средств уходит, чтобы это закрасить. Давайте я Вам отвечу на этот вопрос, чтобы даже не быть голоснованным. Я сказал вначале, что у нас есть 9 помещений, и в этом году мало того, что мы в соответствии со всеми нормативами платим, я же скажу, даже озвучу цифры примерно, плюс-минус, какие идут затраты в течение года в собственной сфинансировании, которое выделено на учреждение. А вот 9 помещений, то есть порядка 2000 квадратных метров, коммунальные платежи, просто коммунальные платежи составляют, ну, примерно 20% от общего финансирования вообще выделено учреждению, то есть на функционеру. То есть вот мне выделено там 7 миллионов 900 тысяч на год. У меня штат, во-первых, из-за этого маленький. Зарплаты, которые ниже, чем, ну, я не знаю, ну, они, наверное, не ниже, чем в Управе, в Управе у нас сопоставимые примерно очень маленькие зарплаты, вот. Но зарплатный фонд очень низкий. Я сейчас скажу просто еще дальше. Кроме всего этого, нам вернули налоги... Виктор Анатольевич, остановитесь. Значит, вопрос совершенно не в том русле звучит. Вы говорите о том, что вы бесплатные услуги оказываете? Оказываю, но не в том объеме просто. В каком объеме, совершенно верно. То есть на сегодняшний день ГБУ-досуга ругают за то, что они не оказывают платных услуг. Они должны пропорционально... Кто ругает? Управа? Управа в том числе. Потому что раз это ГБУ, они должны уметь и зарабатывать деньги тоже, чтобы себя окупать. То есть помимо бесплатных услуг, бесплатные услуги остаются однозначно. Для всех малоимущих, для всех многодетных и так далее. Бесплатные услуги остаются. Но мы еще добавляем в этом году и платные услуги в том числе. Вот открывается студия английского языка, новая, которой не было, и так далее. Квоты бесплатные тоже будут. Безусловно. Ну да, немножечко неправильно поставил он свой доклад для жителей, да, немножечко неправильно, ошарашив всех ценникам. 4,5 тысячи рублей. Да, 4,5 тысячи рублей. И правильные вы вопросы все задаете. Поэтому надо было все-таки сначала рассказать о комплексе бесплатных услуг, а потом уже коснуться и части, которая... Это нововведение, которое не было в прошлом году. Поэтому вот я думаю, что это правильно. Это теперь акценты расставлены, да? Все мероприятия, которые перечислены до этого, они абсолютно бесплатные. Конечно. Их больше 130 в году. То есть огромное количество еще и бесплатных... Сопоставление, то есть это как бы, ну, один к пяти, наверное. Поэтому если брать вот перечень. Просто я изначально, то есть вся наша деятельность построена на бесплатной основе. И все, что проводилось, все было бесплатно. И сегодня, и до этого, и всегда. То есть поэтому эта часть, она в принципе бесплатная. Да. Но чтобы вы были в курсе, что такая возможность еще будет вот в этом году и на платной основе получить некие услуги в нашем ГБУ. Такая возможность тоже появится. А теперь я хочу изучать актуристы из них. И оплатить должен, или нет? Ну, в данном случае, вот конкретно для пенсионеров, то есть проговаривается вопрос в рамках вот программы активного долголетия. Будут, ну, по крайней мере, мне обещают ССО, что будут выделены квоты. И такая услуга предложена ССО в качестве вот этой, ну, в рамках данной программы на бесплатной основе для пенсионеров. Поэтому если будет, то есть, соответственно, принято решение и будет подписано соглашение с ССО, то такие занятия будут проводиться для пенсионеров абсолютно бесплатно в рамках программы активного долголетия. Вот у нас была программа, значит, компьютер изучает. Очень хорошая, очень хорошая, и, кстати, как раз до субъекта. Да, была такая программа, да. Ну, значит, если она востребована, эта программа, я думаю, что это как наказ в этом году тоже продолжить. Да, и какую-то группу создать тоже по изучению компьютерной грамотности. Если будет такая возможность, рассмотрите, пожалуйста. Договорились? Да, я ее обязательно рассмотрю. Дело в том, что она была ликвидирована, потому что не приходило 15 человек, а так было... Но вы посмотрите, если будет востребована, да, ключевая фраза. Да. Давайте вот девушка руку тянет. Добрый вечер, всех приветствую с праздником, с медовым стасом и с дождиком первым. Вопрос такой, рассматриваете ли возможность в вашем досугово-спортивном центре организовать класс обучения игры на гитаре? Вопрос больной на протяжении года. По-моему, зимой я эту тему поднимала. Директор школы нам предложила, когда мы все документы собрали, нам сказали, до свидания, вы нам не нужны. Документы все в порядке. Можем прямо завтра начать вот как раз с людьми старшего поколения в рамках программы «Московского долголетия». Рассмотрите, здесь много есть у нас людей старшего возраста, и я думаю, им будет интересно заниматься на гитаре. Это не такой класс, как музыкальная школа и так далее. Это для того, чтобы в компании взять и себе подыграть и спеть на профессиональном уровне, кстати, педагог. И так же для детей, я думаю, потому что в нашем районе такого класса урока игры на гитаре нет. Нужно рассмотреть на базе ЦСУ. Дело в том, что у нас в любом случае в октябре мы планируем открывать дополнительное клубное формирование. Я о нем не сказал, потому что готовность к сентябрю не получается. То есть в октябре у нас есть соглашение с школой искусствами не по лагерям, а о том, что у нас на новой территории по адресу Рождество 21.6 в первом помещении будут открыты классы и вокального народного пения, и народных инструментов. И как раз гитара входит в эту группу народных инструментов, и занятия по гитаре там тоже будут проводиться. Человек предлагает свои услуги как организатора. Поэтому вы не отмахиваетесь, а контактами обменяйтесь. Если все готово для работы, то почему бы не принять такое предложение? Да нет, давайте, я просто не понял вопрос тогда. Почему бы не сделать, как бы мы делали. Не поучаствовать и поиграть на гитаре, а человек готов организовать работу этого кружка. Давайте обсудим. Да, и у нас функционирует Центр социального обеспечения, правда еще вот в старом здании, да, мы все ждем очень строительства нового ЦСО, и поэтому, может быть, на этой базе тоже это возможно. Просто, я так понимаю, если в школе не получилось, давайте это пробовать в других местах. В конце концов, можно оформить волонтерам. Волонтерам сколько угодно, если есть желание. Волонтеры есть тоже хочется, и детям, и даже. Ну, это тоже все обсуждается. Спасибо большое. Да. Еще вопросы? Нет вопросов. Спасибо большое. Вадим Александрович, кто у нас, а? Лариса Вячеславовна? Давайте, Лариса Вячеславовна. Добрый вечер, уважаемый госнеславный, рементарный, уважаемые жители района Некрасовка. В 2018 году в районе Некрасовка было запланировано провести работы по благоустройству шести дворовых территорий за счет средств стимулирования управ района. Первый выделенный траж на сумму 22 миллиона 916 тысяч 200 рублей. Из них два адреса у нас выиграли в программе «Активный гражданин» на портале, где голосовали жители, выбирали адреса, которые будут устраиваться, и МАК, которые будут установлены на детских площадках. В данный момент по адресу Рождественская, 27, корпус 1, выполнена работа по устройству полимиританового, то есть, как мы его называем, резинового покрытия на детских площадках. Там их несколько. По адресам 1-я Вольская улица, дом 1, корпус 3, 2-я Вольская улица, дом 7, корпус 1 и Рождественская улица, дом 18. Сейчас выполняются такие виды работ, как ремонт асфальто-бетонного покрытия, замена бортового камня, замена малоархитектурных форм, это наши качели, карусели, городки на детских площадках, устройство дорожной тропиночной сети, устройство покрытия детских площадок. По программе «Активный гражданин» выполняются работы, также выполнены уже по ремонту асфальто-бетонного покрытия, замена бортового камня. Сейчас ведутся работы по замене МАФ, после чего будут проведены работы по устройству покрытия на детских площадках по адресам 1-я Вольская улица, дом 13, корпус 2 и 2-я Вольская улица, дом 3. Также в нашем районе выделено финансировано вторым траншем тоже средств стимулирования управ на сумму 3 млн 619 тысяч рублей и запланировано провести работы по устройству велопарковки по адресу 2-я Вольская улица, дом 20, около библиотеки. Устройство резинового покрытия на детской площадке по адресу Сочинская улица, дом 3. В рамках выделенного финансирования будут также планированы работы по устройству парковочных карманов в количестве 118 машин на улично-дорожной сети по улицам Льва Яшина, Рождественской, Уткомского ополчения. На данный момент по адресу улица Сочинская, дом 3, корпус 1, работы по устройству резинового покрытия уже выполнены. За счет средств социально-экономического развития районов запланированы и выполнены работы по устройству покрытия детской площадки на дворовой территории по адресу Рождественской улицы, дом 27, корпус 2. Также запланировано на разделительной полосе по улице Покровской обустройство пешеходной зоны с устройством дорожной тропиночной сети, устройством площадки для выголов и дрессировки животных, установкой маф для животных, урн для собачьих экскрементов и установки маф, садовые диваны, урны и маф для дрессировки собак. На сумму 2 млн 188 тысяч 700 рублей. В 2018 году еще запланирована работа по капитальному ремонту асфальтно-бетонного покрытия дворовых территорий межквартальных проездов. В программу включен второй квартал Люберецких полей в районе Красовка, а именно дворовые территории по адресам улица Покровская, 31, проспект Защитников Москвы, дом 13 и проспект Защитников Москвы, дом 15. В весенний и летний период 2018 года силами ГБУ «Жилищник» ведутся работы по реконструкции контейнерных площадок по городской программе. Всего их будет выполнено 49 штук. Контейнерные площадки выполняются по проекту, утвержденному рефектурой ЮАУ и правительством города Москвы, кирпичной кладки и профильного листа на крышу и удобных откатных ворот и калитки, там где будет складываться инвентарь для домников. По состоянию на 15 число сданы в административно-техническую инспекцию 35 объектов, еще 14 контейнерных павильонов находятся в работе. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Ваши вопросы? Ну, это не дворовая территория, но в этом году также все жители знают, что у нас идет реконструкция Народного парка на 2 Вольской улице, 11 корпус 3. В ближайшее время мы готовим его уже к сдаче. На данный момент 80% выполнены работы по устройству газонов. Площадки под установку МАК готовы. Также там будет площадка с воркаутом для более старшего поколения. Мангальные зоны. Количество шестерских штук, каждое на 10 человек. И площадка также для вывел и диксировки животных. Площадки отдыха, также отдыха, спокойного отдыха. Площадки для настольных игр, кому это будет интересно. А мусорные контейнеры там будут? Да, там будет хозяйственная площадка для установки контейнеров и бункеров. На время проведения нахуй. Если будет наше родное место, будет работать порядком, что там творилось? Но это все-таки вопрос не к Ларисе Вячеславовне насчет полиции. Но нами будет обязательно написано письмо, чтобы данный объект был включен. Да, маршрут патрулирования. Маршрут патрулирования будет включен. Значит, мы там делаем освещение. Сейчас вот согласовали нам освещение, 5-метровые мачты. Парковые, да. Да, парковые, чтобы все-таки там был свет. Вы знаете, парк востребован. Потому что на сегодняшний день, несмотря на то, что он закрыт на реконструкцию, несмотря на то, что ворота закрыты на замок, вот мы сегодня пришли утром, а там ночью пили, гуляли и ели. И, понимаете, вот мы только утром успеваем убирать. Это он в реконструкции. Да, я не очень понимаю, что там можно делать просто под деревом сидя, да, только вот разве что пить. Поэтому давайте, я очень надеюсь, что мы к дню города завершим все работы. Мы надеемся, конечно, что 1 сентября, но вот чтобы дата была согласована, да, до конца. Вот день города ставим дату. И сделаем торжественное открытие. Безусловно, письменно передадим охрану этот объект нашему ОВД. И надеюсь, что наши жители оценят те усилия, которые мы вложили, и все-таки будут как-то более трепетно относиться к нашему общему совместному имуществу. Мафы мы там ставим антивандальные, но, знаете, любую и антивандальную штуку можно разломать. Мы ставим мангалы на бетонных основаниях, чтобы их нельзя было унести. И в бетонных основаниях будут сами, собственно, вот эти конструкции свалены. Мебель будет бетонная, да, и мебель будет тоже бетонная, чтобы мне невозможно было попилить на дровах. Которая не горит. Да, то есть вот, ну, все, что возможно было, мы предусмотрели. А дальше все уже будет зависеть от наших благодарных жителей. Ну, то есть вот должна получиться красивая история. Хорошо было бы ее сохранить, да, в том виде, в котором. Назвали мы ее купические угодья, чтобы как-то было радужней, что ли. На будущий год мы, опять-таки, запланировали в случае наличия финансирования, благоустройства наш, как мы его назвали, Некрасовский лес. Это на 83-м проезде лесополоса между Лосом и жилой зоной Старой Некрасовки. Тоже хочется, чтобы там парк был парком, а не местом для каких-то отходов. Когда люди ходят кушать шашлыки, потом все это оставляется там же. И мангалы, и мусор, и все остальное. Поэтому, конечно, все зависит от нашей с вами культуры. Ну, а эксплуатировать, если это будет большой парк, то, может быть, мы передадим это на баланс паркам города Москвы. Если мы сделаем, да, чтобы с вывоза мусора. Это, безусловно, мы планируем в каждом месте, где это возможно, вывоз мусора раздельного сбора отходов. Да, установить такие контейнера для раздельного сбора отходов. У нас был круглый стол по теме экологии района Некрасовка. И в процессе этого круглого стола задавался вопрос и о раздельном сборе отходов. Потому что это действительно волнует многих жителей нашего района, и, в принципе, и всех москвичей тоже. И такой же круглый стол по этой тематике мы планируем провести уже на базе департамента жилищно-коммунального хозяйства. Потому что наш район в эксперименте по вывозу мусора. Мы бы хотели, чтобы договорные отношения были расширены. И по технической возможности, где это можно сделать, чтобы контейнера для раздельного сбора отходов у нас стояли во всех местах. Жители активно это поддерживают. Безусловно, мы тоже за. Лариса Вячеславовна, вопросы? Я говорю с Алексеем, я работаю с вами. Скажите, пожалуйста, что планируется сделать, благоустроить в 2019 году? Потому что мы просили, чтобы нам обустроили детскую площадку, резинку, потому что у нас все дети с битыми коленами. То есть планируется ли наш дом, то есть наш двор благоустроить в 2019 году? Это первый вопрос. То есть есть ли такие планы, прорабатываются они, потому что у вас по любому плану ФХД есть. Даже сметы есть. Даже сметы есть. Замечательно. Скажите, есть ли, есть уже сметы, есть ли дополнительное освещение этой детской площадки? Значит, по освещению потребность подана отдельному свету. Ваш адрес там присутствует на 2019 год, а по благоустройству дворовых территорий также ваш адрес включен в проект титульного списка. Могу сказать, значит, Первая Вольская, 7.1, 15.1, 24.1. Самые древние дворы, где мапа уже просто расшатанная, опасная, срочная, где нужно менять. Также Недорогова, 9.1, 21.1 и Рождественская, 31. Спасибо. Давай. Вопрос. Еще раз вас. Вопрос у меня такой. Опять-таки на той встрече, на которой я была более полугода назад, это было, если я ошибаюсь, конец прошлого года, я задала вопрос о том, что у нас на вертолетчиков 13 у первого подъезда живет большая лужа. Выйдя из подъезда, попасть на тротуар, на дорогу, которая ведет к остановке «Народная тропа», невозможно. Мне пообещали, что с этим вопросом разберутся. Даже я получила письменный ответ, что в весенний и летний период будут сделаны работы. Да, ура, положили в конце весны мостик через эту лужу из асфальта. Но хоть так мы могли переходить из подъезда, перейдя небольшую проезжую часть внутреннюю во дворе на тротуарчик. Кстати, для маломобильных граждан там был и пандус опущен, и все. И дальше ходили. Но буквально мы радовались недели две-три. И приехали дяденьки с пилами, распилили асфальт, вырезали кусок метров 10 на полтора, убрали эту горку и закатали все как было. Лужа опять живет у нас. Впереди осенний-зимний период. Мы ходим через грядки, чтобы попасть на этот тротуар. Вопрос, для чего это все было сделано? Лариса Вячеславовна. Я объясню. Территория после сдачи 5 лет находится на гарантии у застройщика. Мы сделали мостик, а застройщик посчитал, что надо восстановить как было. Но завтра мы, я с представителем управления, начальником отдела ЖКФ, встречаемся с застройщиком на недорогу в 11. И проходим все объекты, где у нас есть претензии. И вертолетчиков 13 и Пахровская 12 в том числе. Так, значит, вот ваш вопрос, пожалуйста, письменно можно, да? Есть еще дальше по списку. Да, да. Вот этот вопрос мы ставим на контроль. Завтра выходим. Павел Степанович присоединяется как зам по строительству к этому обходу. И принимайте решение, почему застройщик так себя ведет. Бестолково. Ну, они, наверное, хотели как лучше. Ну, я понимаю, хотели как лучше, но получается, как всегда. Мы плаваем, плаваем. Еще какие? Когда вы пришли, Елена Станиславовна, к вам обратились, я не думаю, со ступеньками около дома 5 по Некрасовской. Прекрасно сделали ступеньки, все благодарны, все, значит, говорят, Олег Николаевич тоже, говорят, спасибо, он начинал заниматься, и вы поддержали. Теперь у меня вопрос такой, у нас ступени, которые от 18.2 идут вниз туда, несколько ступеней, ежегодно мы их ремонтируем. Значит, я понял так, что нет связи между отделом благоустройства и дорожниками, кто должен это делать. Вот я звонил мастеру, Александру Михайловичу, и спрашиваю, пригласил его, он пришел, да, посмотрели, это не мы, это дорожники. А дорожники, и получается... Значит, это, знаете, называется лукавство. Да, вот они и лукавство. Потому что, да, вот... Вы эти ступеньки видели. Неужели нельзя вот сделать то же самое, как около пятого? Ну, положили в эту плитку, они начинают катать, то это, то это. Срок сделаем, совместно сделаем. У нас очень хорошая связь в ЛДФ. До 1 сентября сделаем. И в школу пойдем. И в школу пойдем. У меня вопрос. В шикарной площадке, 7 квартал, 4 квартал, Пружины на качелях стояли родные несколько лет. После того, как пришел жилищник, ну, пружины, нет-нет, да, меняли 4 солнца. Когда 4 солнца ушли, стал жилищник. Пружины стали менять на какие-то, я не знаю, на что. Но они то ли мягче, то ли что. Их иногда меняют, иногда подваривают. Сверху замазывают краской, как будто это все новое. Просто нещадно замазывают краской. Так что остаются потеки, сопли, все как положено. Как у нас это любят делать. Плюс настолько мягкие пружины, что качели, когда качаются, они бьются об покрытие. Какой бы ребенок, вот даже мой ребенок, уже качается и уже бьется об покрытие. Покрытие придет в негодность. Верхний слой уже приходит в негодность. Площадкам 5 лет нет. В следующем году мы будем говорить о том, что 5 лет нету, фиг вам, они ремонт. Я вам еженедельно, на 9 дней хватает пружин. На 9 дней. Я не знаю, что делают. Но раньше, пока это был 400, такого не было. Постоянно ломаются качели. Друзья, что, а где мы пружины покупаем? Ну, на затлушка.ру. Где все? Аварийный запас МАК. Разыгрывали, мы покупаем. Узнаете, где 4 суток? Ну, давайте, да. Вы уточните у коллег. Давайте так, Владимир Александрович, вы уточните у коллег, где они совершали эти закупки и что-то за качество пружин, да, такое вот, что было так все хорошо и стало все так не очень. И, может быть, сменить заказчика, в смысле поставщика? Ну, хорошо, 2 месяца поставка, зато можно, извините меня, один раз купить и спокойненько потом жить не неделю, не 9 дней, а год. Понимаешь, экономия-то будет какая, если качество страдает. Давайте прислушаемся. И заваривание, это не дело. Еще вопросы? Мощно. Какого-то мусорного контейнера, опять это вы скажете. Значит, по 2 дня, бывает, не вывозится мусор. Есть фотографии. Мы контейнер переполняем. Бункер? Бункер. Вот этот строитель. Большой, большой бункер. Да, рядышком складывается населением. Начинается ветер, у нас район ветреный. Все это летает под вару. Это УК-мастер? Нет, это Восток. Восток-юнион? Да. Восток-юнион, еще один вопрос у меня есть. Что Восток-юнион нам скажет? Можно сразу еще туда же один вопрос? Почему нельзя оплатить квартплату без процентов? Почему нельзя? Они онлайн, никак, оплатить, как вот было раньше, где жила в ЕЦ. Я прихожу с карточки, оплачу. Нет, берут все время проценты, что онлайн, что банкоматов отовсюду. Почему? Ну, наверное, на этот вопрос не ответят. Мы его тоже оформим письменно. И ответите? Давайте. Добрый день. Меня зовут Мария Викторовна. Я заместитель управляющего Восток-юнион, то есть ваша управляющая компания. Насчет бункеров. Мы, вот я и Владимир Александрович тоже просила. Вы знаете, что бункер мы вывозим. У нас два бункера стоит. С одной стороны, с другой. Я знаю все фотографии. Ваши жители нам посылают. Для нас, и Светлана, периодически у нас идет сброс. Одних мы поймали. Строители. из 13 микрорайона. То есть, я тоже могу показать видео. Жители ваши заснимают прям видео, что они туда сбрасывают. Мы тоже предоставляли его право. Мы с этим боремся. Вывозим. Ну, вы сами знаете, мусоровозящая компания. Там бывает даже два раза в день вывозим, но чаще мы просто физически не можем. Вы должны вывозить раз в день. Раз в день. Каждый день бункер должен вывозиться. Это норма. Я могу предоставить вам все, что раз в день два бункера вывозят. А когда бункер даже не стоит, люди просто на землю складывают. Есть фотографии? Нет, это да. То есть, если мусоровозящая компания забрала бункер и через час его привезла, наши же дворники, весь мусор, который жители оставили, обратно убирают бункер. Я вам могу сказать только одно. Чаще надо встречаться со своими жителями. И снимать эти вопросы дома. Чаще ходить. Общаться со старшими, просто с жителями. Каждый, понимаете, это же ваши жители, ваши дома. Это не только ваш адрес, это в адрес всех управляющих компаний. Договорились? Да, конечно. Второй вопрос. Все документы уже готовы к сдаче в МФЦ. А вот сейчас я попросила, хотелось после встречи с вами встретиться. Мне нужно ваше одобрение, потому что МФЦ спросила еще одну бумажечку, чтобы вы разрешили. Мы вас просили об этом. Поэтому, безусловно, наше добро будет. Единственное, что я сразу хочу с вас предупредить, уважаемые жители, что с МФЦ я разговаривала лично, они физически не смогут одномоментно все лицевые счета перевести. Поэтому на это требуется время. И время много. Они себе берут как минимум месяца 4. Месяца 4 для того, чтобы все вот эти 25 домов, каждый лицевой счет завести себе в базу. Поэтому мы постепенно будем каждый дом брать и переводить. Я беру это на контроль. Раз ваше желание есть, чего мы от вас, собственно, просили, а просили мы не потому, что моя левая нога хочет, а потому что есть такое мнение у жителей. Хотят в МФЦ, пожалуйста, идем в МФЦ. Все уже собрано и передано. Но сейчас документы нужно еще предоставить. Очень хорошо. Спасибо. Давайте. Верните бункер в 11-й дом. Да, да, да. И еще второй вопрос по поводу луж, кстати. Вот вертолючек в 11-й, 2-го подъезда. Вы сказали, будете осматривать объекты. Подскажите, наш адрес включен, список? Я так понимаю, все дома будут тоже лужи. Все будут осматривать. Потому что у нас тоже большая лужа, и тоже с коляской даже невозможно пройти. Все, спасибо. Так, ну, значит, этот вопрос мы заканчиваем. Спасибо, Лаиса Вячеславовна. Вторая часть вопроса по ремонту подъездов. Добрый вечер. В рамках реализации программы по приведению подъезда в порядок, согласно утвержденной адресной первичной проведении работ, в 2018 году был запланирован ремонт 76 подъездов. В 20 многоквартирных домах. В ГБУ жилищник район Некрасовского 37 подъездов, ООО «Жилцентр» 15 подъездов и ООО «Четыре солнца» 24 подъезда. По состоянию на 15 августа полностью завершены работы в 65 подъездах. Качество работ проверили и приняли представители дома, депутаты Совета депутатов муниципального округа Район Некрасов, представители префектуры и жилищной инспекции Юго-Восточного административного округа. Окончание работ по всем подъездам запланировано в третьей декаде августа. В ходе проведения ремонта выполнялись следующие основные виды работ. Ремонт и покраска входных групп, стволов, мусоропровода, ограждение лестниц, ремонт, покраска, установка пружин на дверях в местах общего пользования, покраска стен в местах общего пользования, покраска потолков в местах общего пользования и ремонт и покраска почтовых ящиков. Также в некоторых домах проводились работы с учетом особенностей каждого дома и срок службы и степень изношенности оборудования. Например, в доме по адресу 2-я Вольская, дом 2, были заменены пандусы для лиц с ограниченными возможностями и родителей с колясками, отремонтированы ступени. В доме по адресу 1-я Вольская, дом 1, корпус 3, частично заменены ковши, мусоропроводы и почтовые ящики. Во многих домах полностью заменено освещение в местах общего пользования. Установлены новые энергосберегающие светильники. Хочется отметить, что данная программа является постоянной и в настоящее время готовится адресный перечень домов, в которых будут проводиться работы в 2019 году. Доклад закончен. Спасибо за внимание. Сразу могу пояснить, что в 2019 году мы будем формировать программу конкретно по предписанию, все-таки, можжен-инспекции. Это дома, в которых в течение пяти лет последних не было ремонта. В первую очередь эти подъезды войдут в эту программу. 50 подъездов у нас таких определились. Программу мы, как только нам уже инспекция ее утвердит, мы ее тут же опубликуем и доведем до вашего сведения. Вы видите, руководители ГБУ Жилищника присутствуют здесь? Нет, к сожалению, заместитель Лариса Вячеславовна на месте. Я обращался в ПТО ГБУ Жилищника района Некрасовка Сергея Удольфовича и спрашивал, это было месяца два, наверное, три назад, а может, четыре, когда будут быть мусоропроводители? Значит, первый был... Можете ответить? Первый ответ был такой. Я сейчас отвечу сам. Первый ответ был такой. Закупаем оборудование. Закупили. Закупили. Проходит месяц. Сергей Удольфович, когда будем мы? Вы знаете, у нас нет специалистов. Будем готовить. Прошходит месяц. Дмитрий Васильевна, давайте, я все вопрос, суть вопроса поняла. Давайте это время, нас сейчас будут выгонять уже из школы, потому что под охрану сдавать мы не успеем. Я поняла сейчас, да? Месяц назад оборудование было приобретено. С четвертого прошлого неделя мы начали работать на северном поле. Мы закончили после того, чтобы готовить к смене. Помогут ему на северное, требуют участие электрико, следствия, ну, бригада нужна. Начали с прошлой недели с четвертого, мы промолили Некрасовскую 5, Некрасовскую 7, решили Некрасовскую 9 и планируем. Как раз меня очень Некрасовскую попросил, или Федор, что без всяких, безлугавства, Некрасовскую попросил очень меня помыть в 17-1. Мы решили Некрасовскую закончить, перейдем туда. Срок когда вы помоете? Ну, я думаю, домой Некрасовскую долго, значит, примерно, как промыкла одного слова, уходит минимум 2 часа. То есть, вот так мы с учетом ребенка, поднятие, все, подключение воды. На следующей неделе, в 17-1, мы перейдем на 17-1, на 17-2. До 1 сентября закончите. Все? Нет, Некрасовскую, ой, это, 18-1. Однозначно, совершенно нет. Нарушение постановления правительства Москвы, где записано, что мусоропроводы, молица, еженедельно подписано это Бирюковым и Соберниным. И что, раз помыли, а дальше что? А? Значит, мусоропроводы металлические ежемесячно, а с бестницей менедженый раз в год с гиброизоляцией внутренности. Но, правда, такова. Поворотно все оборудование, давайте правду скажем. Да, мы знаем, двигатели. Ну, наверное, это, конечно, не проблема жителей. Но давайте хотя бы сейчас переносным оборудованием. Ставим стационарным, бесполезно, дорого. И боимся опять в городу. Мыть, будем мыть. Переходя из подъезда к пашке. Сколько подъезда? Давайте щепляем. Валерий Федорович, мы постараемся, предлагаем соблюдать. В период раз в месяц. Я предлагаю. Я даже телегу, телегу, телегу сделала. Ну, давайте, Валерий Федорович, мы сейчас вот этот вопрос закроем, да, а потом в рабочем порядке график промывки мусоропроводов мы такой сделаем и тоже до сведения доведем. Договорились? Все. Зачитайте, пожалуйста, мои вопросы. Да, сейчас мы приступаем к вопросам. Не только ваши. У нас несколько записок поступило. Значит, я сразу могу сказать, что на часть вопросов дадим письменный ответ, да, чтобы мы уже не повторялись. Как получить компенсацию после установки шлагбаума? Это мы дадим разъяснение письменно. По постановлению... Я обращался быстро, мы так будем делать? Мы поднимем постановление, мы расскажем, как это делать. Я так поняла, что был какой-то отказ, да, по новой системе. Да, поэтому, чтобы у нас вот отказов больше не было, мы это для себя тоже уясним, сделаем некую схему, алгоритм и, собственно, доведем до вашего сведения, чтобы вы не натыкались дальше. Можно ли принять участие в приемке кровли по капитальному ремонту кровли по Недоробову 21? Владимир Александрович, можно организовать такую? Акцию. Я... Можно. Мы поговорим и вас лично включим от жителей в приемочную комиссию. Да, Павел Степанович? Да. Говорят, что в девятом квартале не будет садика. Так ли это? Что предполагается построить на месте пустыря? Пока информации нет. Пока нет информации. Будем так говорить. Будет садик, не будет. Мы... Мы слышали тоже эту информацию, да, но на сегодняшний день в адресной инвестиционной программе сада нет, в плане есть. Поэтому вот когда состыкуются эти две... Два документа, значит, тогда мы тоже эту информацию доведем. Готов ли жилищник к зиме 18-го, 19-го года? Не будет ли такого, как в прошлый сезон? Два зама руководителя ГБУ жилищник на месте? Готов. Готов. Лариса Вячеславовна, готов? Готов. 50 сантиметров снега, если выпадет единовременно, я думаю, что ни один ГБУ жилищник города Москвы не выдержит. Если... 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 Никаких коллапсов не будет, то на сегодняшний день вся техника техосмотр прошла, реагенты мы получили, подготовку провели, техника вся отремонтирована на сегодняшний день, дворники в полном составе, поэтому инвентарь закуплен, сейчас осталось закупить роторы в большем количестве, потому что, ну, на мой взгляд, их маловато. 24. Рабочих 24 на сегодняшний день. Уважаемые жители, извините, пожалуйста, 5 минут регламент. Да, но у нас осталось 3 записочки, поэтому мы уложимся. Так, значит, готов ли к лету? Если да, то почему газоны не стрижены? Ну, вот насчет не стриженных газонов, все-таки, извините, у нас это лукавство. У нас основная масса газонов всех пострижена, да, с той техникой, которая имеет место быть. Согласитесь, коллеги, но это так, да, и некоторые жалуются, что и стригут очень часто. У вас очень своеобразный газон, он с цветами. Нет, там вообще ровный. Там, где ровный, значит, я была у вас во дворе и не так давно. А я не про свой дом, я про Льва Яшина 1. А, про Льва Яшина 1? Хорошо, я заеду на Льва Яшина 1, договорились. Для чего несколько раз в день ездят машины и скребут щетками обочины? Для того, чтобы... выполнять технологическую операцию по подметанию. По подметанию. Совершенно верно. Когда будет произведена реконструкция контейнерной площадки УПЗМ-8? Где можно ознакомиться с проектами размещения контейнерных площадок в седьмом квартале? Значит, у нас с рядом контейнерных площадок возникли вопросы, потому что действительно по нормам Роспотребнадзора контейнерные площадки не везде можно ставить. Тем не менее, мы нашли решение, Лариса Вячеславовна. По ПСМ-коте просто Анастасия знает, что я отвечала, ее нет в программе Санкт-Петербурга. Я отвечала вам. Да, вот где можно в принципе с проектом... Когда будет у нее реконструирована площадка? Русским языком говорю. И где можно посмотреть в проекте, как должна выгляделить контейнерная площадка на данный момент? Я вам могу по ВАСАПу так же присматривать я с вами... Нет, давайте так, обращение поступило официально на встрече и мы официально дадим ответ. Не по ВАСАПу, а официальным письмом. Договорились. Я прошу третий год в вашу площадку и закрыть дверь. Вчера была авария. Дверяки. Вчера захерачили... Не нужно ругаться сейчас. Не нужно ругаться. Лариса Вячеславовна, можно сделать эти окошки? Я помню эту страшную историю. Вырезали, закрыли, обращение на портал, сделали все в обратную сторону. Проекта металлических контейнерных площадок не существует. Они установлены и застройщики. В таком виде, в таком установленном. По санитарным формам, без окошек. Так что металлические контейнеры, застройщики сам вырезал окошки до того, как передал вам эти площадки. Почему вы тогда все это не... Анастасия Александровна, давайте мы не будем сейчас здесь спорить. Вы понимаете, что машина повреждена, а завтра это будет ребенок или человек. Я там каждый день четыре раза проезжаю. Я испугиваю... Анастасия Александровна, дело в том, дело в том, что давайте мы будем закрывать эти контейнерные площадки на щеколду. Не будут люди сами открывать площадки. Слушайте, ну знаете... Извините, регламент. Время. Мы не будем. Так, будет ли силами жилищника сделаны контейнеры для РСО? Нет, силами жилищника точно не будут. Это делает мусоровывозящая компания. Готова ли управа к повторной встрече? Готова. По РСО мы готовы и более детального рассмотрения, внедрения. Я думаю, что мы такой круглый стол еще один проведем. Количество запланированных посадок в новой части района Некрасовка ответим письменно. Открыта школа 3 сентября 15.95 будет. Сад 15.95 в 7 квартале к 1 сентября открыт не будет. К 1 января будет, скорее всего, но во всяком случае такие планы есть. Он будет построен. А вот насчет открыт, скорее всего, департамент образования все-таки начинает функционирование любого учреждения образования с 1 сентября. Поэтому, скорее всего, будет введен с 1 сентября 2019 года. Про ДК заречья отдельная история я ее отдельно рассмотрю. И Элла Рафиковна, мы вашу берем на контроль. Спасибо, дорогие друзья, за плодотворную работу. Жду всех вас на следующую встречу. И не забываем, что 9 числа у нас выборы мэра.